ничего себе цирк уехала клоуны остались вот это всем клоуны это спецподразделение г это боюсь угадать что такое мы выискиваем анонистов и прочих пидарюк и привлекаемых к ответственности ответственность за анонизм сейчас что какая ответственность за анонизм ну тут зависимости от того для кого данный контент предназначался тут можно быть по педофилии человека привлечь неплохо слушай так вот это вот как карта у тебя двуголовая она как бы как как назидание о том что если будешь дрочить то будет две головы до хорошая хорошая такая люди молодец не нравится значение слова аллюзия в общих чертах в общем слушай братан я понял твою проблему а вот проверка среди привет ребята что там на зоне интернет провели конечно мы как по этапу приходим нам сразу красивый коврик сзади вам подарить ну это путин вам подарила путин подарят как куда ждешь какими судьбами коррупционеры его помощники сукаром телефоны для саилка как ему себя ну каждый человек если какие-то ошибки свои какие-то но но ребят разве считаете что это заведение но исправляет людей да мы нет конечно но мы сидим видишь нас содержит это финансы это 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 такая пирамида которая она необходима государства в любом случае поэтому мы никуда с этой коляске не влияет из какой какой части украины западной болтава центральный центральный что как там у вас то нормально как обычно но сам-то вообще в общем чем-то не такие перемены не как обычно нихуя не понятно что если идет война россии против украины то что что хорошего что действительно война идет я вот честно говоря не верю хоть и сижу с этой вот стороны коляска мало верить до разговора нет вот ну как я понимаю там снабжение какое-то идет это разговора нет но чтобы туда путин войска лет на быть дебилом ну так и есть вообще то но сейчас у нас задержали агеев фамилия контрактник сейчас мамаша за ним приехала в киев просит его там вы менять отдать короче вот контрактник российской армии но понятно что они входят сюда там без опознавательных знаков точно так как в крыму а в крыму чем ну в крыму даже путин же признал можете поискать сети называется фильм крым путь домой и там путин конкретно сказал что да была военная операция действительно ну это в четырнадцатом году разговора не там видишь там такие обстоятельства были что блять еще еще такая политика перла там русских кто вообще вот так то по сути по сути некоторые вот мы встречаемся с кем-то с украины запада они боятся говорить по-русски я бы ты почему серьезно а он говорит а он значит ну потом в конечном итоге разговор 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 ну разговорились он говорит я подумал в игре с уэсб у меня грецесс был забрали грецесс был у меня горит у соседа горит забрали просто горит лишнее ляпнул приехали горит вечерком постемнело при приехали утащили куда такое может быть я лишь пол в подвале прячусь вообще только тут могу по-русски поговорить вот 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 а там наверху заставляют эти кинощили украинский море здесь ну это но это я считаю что а ты представляешь но это же геноцид идет ебаный в рот это потому что ну люди ну естественно естественного путина до территориальная там вот это вот это канитель это разговора нет поэтому он и избежал очень многих жертв так-то по сути всего 10 тысяч украинцев и все сколько там ну я так считаю конечно там территориально это может быть не так может быть допустим там что-то но это другой вопрос но тем не менее вот такая политика которая сейчас идет на украине допустим запрещает вот это запрет это какая нахуй демократия вообще еще заставляют русскоговорящих младенцев есть не ну это конечно бред ну чё бред это все с того же телевизора вы реально верите в эту херню что она запрещает на русском языке говорить вы не понимаете что я части пусть назвать я русскоязычный украинец всю жизнь тут прожил в жизни никто никому не запрещал говорить на русском языке это тупо манипуляции ну ты понимаешь если бы я не вот и не разговаривал с украинцами ну точно так с вами стебутся мы уже не можем слышать этот бред от вас просто да почему бред потому что это полный бред приедет в украины посмотри в этом сайте вот есть которые некоторые вообще просто тупо пишет понял не говорят а почему не говорят потому что запрет боятся какой-то ибо там где-то стрельнули здесь услышали наоборот эти эти националисты говорит проплаченные ездят нахуй глушат да ебать урод это уже как нахуй на твоё осмотрение если ты не хочешь мы же мы же общаемся это не мог быть там как бы ребята но давайте так объективно я в украине в полтаве сижу вы сидите мало того что в россии мало того что хрен знает еще и в тюрьме и вы там в тюрьме рассуждаете о том что у меня здесь за окном происходит но вам не кажется что но это как-то перегиб нет такой нации понимаешь есть украинец нации национальность есть украине хохол нету такой национальность хохол это раба который лежит к цапам задницу просто воспринимает это он не понимаешь это в некоторых воспринимает оскорбительно поэтому так говорит я тебе говорю фамилия украинского меня практически понимаешь у моей мамки как бы моей мамку не был отец да он чисто украине короче но у меня пряди тоже с украины помилю меня если копнуть то там в россию всех с украины корни поскольку выселяли из украины западное туда осваивать сибирь и всю эту россию подожди ты так воспринимаю сразу быстро корни не корни там или знаю как того же там цепляешь россию не россию вас там у вас там не знаю как у вас там я тебе говорю так как она есть ладно ну еще ну не все вот допустим не все воспринимает народ украинский там как-то чё-то больше в большей степени вот говорят как задружественный народ чтобы там по телевизору не говорили просто вот этот вот эта пропаганда я еще разомню ребята вы смотрите ваша страна аннексировала крым украла понимаете но по понятиям а украли просто убили 10 тысяч украинцев на донбассе нагнали туда своих наемников технику снаряды и вы теперь говорите вы к нам хорошо относитесь то есть вы нас теперь еще обвиняете в том что мы вас не любим за что мы вас должны любить украину вообще российскую коза на денег-то путину пока еще не стал это раздувать он не касается сколько мы денег должны вы знаете я понимаю что вы там сидите и не знаете новостей я вам докладываю за газ сейчас россия должна украине 18 миллиардов долларов так постановил суд я вам вы не в курсе я вам рассказываю россия обратилась в европейский суд взыскать с украины три миллиарда долларов якобы за долги этот суд рассмотрел контракт по которому мы с вами работали посмотрела посмотрели условия по которой мы работали и постановили шоу что россия должна выплатить украине 18 миллиардов долларов за то что россия включила там такая такой пункт если мы не берем то мы все равно платим как вам такой вам нравится такой пункт в договоре так что вы нам должны 18 миллиарда подожди британский суд принял вроде как решение в пользу россии нас 18 миллиардов долларов газпром уже начал выплачивать можете уже интернет раз есть проищите за какой за какой суток до в интернете вот это читает вот это он это за этот суд выше суд принял принял сторону россии насколько это вам так рассказывать ребята газпром уже начал выплачивать не менее нет я читал это иностранные сми ну почитайте еще раз почитайте в английском языке читает самого смотри можно тебе прибыть а вот если ком заплет начнется с россии с украины что чё тогда будет здесь какой заплет так уже заплет так уже заплет но китайцы за кого пойдут ну китайцы почему красят свою технику сейчас зимний камуфляж как вы думаете просто больше полукраины сляги ведь все если так но между мной это будет смотрите сейчас россия это спорная территория между китаем и украины но как мы вы подумайте как куда вы хотите чтобы быть в украине или в россии в это в китае так это уже не нам думать это уже блять владимиру путь думание уже не ему уже все ребята сейчас очередной пакет санкции наложили уже все молодой человек молодой человек немножко не понимает некоторые вещи поэтому у него так при понимая конкретно про так накидываю поверх ладно в общем может быть давай удачи всего давайте ребят по девчонкам вышли погулять да давайте удачи как-то там держитесь особо не огорчайтесь да да на поле мальчика свое сука делаю свое решает как мы видим понимаешь потому что там я понимаю ребята вы люди подневольные вы ничего не решаете все равно давайте удачи ну ты ж просил специально для тебя помылся побрился все как ты хотел давай пообщаемся ну видишь все твоими молитвами ну конечно а чё пока